Мы находимся на высоте Горная, одной из ключевых точек на подступах к Севастополю. Утром 9 мая 44-го ее взяли советские войска. Немец бежал из города. На вершине, на Бранской могиле воинов 318-й горнострелковой дивизии, погибших с 7 по 9 мая 44-го, установлен памятник в виде 12-метрового обелиска. Он хорошо просматривается со всех направлений, поскольку высота является господствующей над окружающей местностью. На Балаклавском шоссе была расположена линия горнострелковой дивизии. Один из них и решили восстановить энтузиасты. В прошлом году поисковой разведкой вдоль Балаклавского шоссе обнаружено 7 долговременных огневых точек. Часть из них уже безвозвратно разрушена. А в годы войны правильно построенная оборонительная линия из орудийных и пулеметных долговременных сооружений помогала малыми силами надолго сдерживать наступление противника. Подступы к высоте Горная в годы войны держали 773-й и 778-й полки. Эта информация прекрасно известна поисковикам, людям по крупицам, восстанавливающим события 70-летней давности. Доты – это большой пробел в истории, вся их деятельность, их расположение. Мало очень литературы, в Севастополе вообще белое пятно. Я всегда мечтал с детства, а тут подвернулся мне Саша. Он тоже был больной на эту тему, и мы с ним как бы сошлись, и вот работаем теперь вместе. Здесь вот было засыпано, полностью раскопано не было, естественно, этого верха не было. Это сейчас восстанавливают все в таком виде, как оно было во время войны. Вот этой траншеи не было тоже осенью еще, когда начинали это дело все раскапывать. Но сейчас пытаются воспроизвести все точно в таком виде, как было во время войны. В субботний полдень над Балаклавой кипит работа. Это последний из восьми выходов. Сегодня дело будет закончено, и ДОТ восстановлен в первоначальном виде. В этой патриотической деятельности есть место почти киношной истории. Возможно, в годы войны, кроме обороны, наступлений и ожесточенных боев, здесь тоже было место любви. А современные романтики Александр и Дарья приехали восстанавливать ДОТ прямо из ЗАГСа. Год назад они начинали расчищать эту точку, а в день свадьбы завершают задуманное. Ну, у нас просто вариантов других не было, на самом деле. Сегодня, во-первых, суббота, да. Мы каждые выходные на работах, поэтому мы не могли, в общем-то. Обязательно на раскопках надо быть, и как бы в ЗАГС, и потом сразу сюда. После ЗАГСа мы тут же сразу примчались сюда. Нет, в принципе, я с собой даже платье взяла, там, может быть, фотосессия понадобится. Ну, это будет потом. Ну, туфель я, естественно, не взяла, так что платье... Белое платье у нас тоже было, вот, но белое платье было немножко раньше. Ну, посмотрим. В камуфляже как-то привычнее. Они познакомились два года назад, тоже в лесу, на раскопках. Тогда, решив присоединиться к поисковому движению, девушка никак не ожидала, что кроме смысла и стимула в жизни она встретит свою судьбу. Ну, в общем, все началось с каши. Да. А еще у нас была, скажем так, одна ситуация, которая, ну, предопределена в нашу жизнь. Мы пошли на озеро купаться, решили его переплыть. Ну, это я и решила переплыть. Александр Валерьевич очень не сильно хотел его переплывать, конечно. Вот. И так получилось, что мне просто пришлось ее уже на себе тащить, потому что ребенок уже, моя любимая, ну, немножко не справилась с этой задачей. Уже когда мы доплыли до другого берега, как-то так произнесено было. Ну, что, после того, чтобы между нами было, мы просто обязаны друг на друге жениться. Ну, так вот мы и поженились. Дот под высотой Горная, возможно, будут использовать реконструкторы. А Дарья и Александр Неменко, перевернув одну страницу истории, начинают писать новую. Быть может, они вместе вернут еще одно имя герою Великой Отечественной, восстановят еще одну огневую точку или же сами воспитают патриотов. Ведь их объединило самое важное, что может быть в жизни. Способность смотреть в одну сторону, быть рядом с любимым, несмотря на обстоятельства, и заниматься делом, без которого не можешь жить. Анна Малышка, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя.